здравствуйте дорогие друзья вы на канале лоди свет второе видео про макраме продолжение в первом видео я вам показывала рассказывала про свою гостью про людмилу с которой я познакомилась не так давно живет она у нас в городе мама пятерых детей при этом очень рукодельная как называется в народе и людмила мне именно показала начало плетения и мы сейчас это вам вместе с ней расскажем покажем почему будем плести для чего и что начнем с ней вместе плести я занимался этим 30 лет назад поэтому уже плохо что помню но я думаю пальцы то вспомнит моторика все равно есть и это моментально вспомнится предыдущем видео я показывала вам ее работы рассказывала как она к этому пришла вернее она рассказывала это кто кому интересно посмотрите первое видео ну а сегодня по макраме начало работы не все так просто начинаем замеров до любой так предмет до надо понять какие нити если нет предмета что представляешь себе то представляешь то есть ты должен понять на штор какой то есть ты должен количество нитей разметить до чтобы не отрезать лишнего и так далее о том где купить все материалы людмила тоже рассказывает и на своем канале в предыдущем видео все рассказал что будем плести что я такое придумала и задумала я буду плести или оплетать или сейчас поддержит вот это кашпо ну я думаю у многих есть эти сетки даже туда вставляется ну кокоска да там есть вставка кокосовый который наполняется землей я тихонечко эту вставку сейчас сняла мне необходимо сделать четыре таких кашпо почему кокос этот такой он не очень красивый покупать у нас сейчас стоит рублей 500 или 600 только это вкладка в общем очень дорого ты другим да а расскажи нам каким методом так людмила рассказывает нам у нее и кто-то ей только плотный толстый пол сантиметра больше пол сантиметра сантиметра вот так это просто выкройку сделала ну да 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 то есть можно еще придумать материал нужно найти ну а мы я почему решила хочу сделать по культурнее и покрасивее то есть мы будем оплетать вот эти вот штуки которые уже ржавые и вот здесь у нас ну сами потом увидите пойдут широкие полосы для украшения вот для этого нужно рассчитать люда какой расчет ну примерно расскажи нам да вообще как рассчитывается нити рассчитывается очень берем длину изделия которое нужно даешь померял вот и да сначала потом да вот и потом умножаем на четыре на четыре не на два с половиной нет на четыре и плетлю на бахромы да 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 и все это потом чем нужно еще умножить на два потому что нить которую мы отрежем мы ее складываем пополам а ну все понятно то есть любая длина и умножаем на четыре умножаем на 4 плюс длина бахромы то есть кисти ну и кисти или бахрома если есть в узле да и умножить на 2 Скажи, пожалуйста, у нас здесь разные рисунки. Здесь пойдет, значит, витой, наверное, узел, а здесь пойдет больше нитей. Здесь мы ажурный какой-то используем рисунок, а здесь, ну, попробуем витой. Если будет хорошо, это все равно метод пробо-ошибок, потому что здесь надо посмотреть. Потому что здесь, видите, не все так просто, нам нужно, чтобы вот это туда внутрь ушло. Что сделала Люда мне сразу замечательно, ну, как мастер. Я купила белый шнур. Теперь давай про шнур расскажем. Шнур 5 миллиметров. Шнур 5 миллиметров хороший. Хороший. Купила я его на Валберс. Ну, все видно было в прошлом видео, да? Да. Здесь 200 метров, хватит мне ни на одно кашпо. Но я купила его белый, как видите. Я хотела беленький, чистенький, новенький. Но Люда сразу сказала, ага, а здесь ржавые. Вот эти вот штуки-цепочки будут ржаветь. И, скорее всего, ржавчина проявится на белом. Я сказала, что это будет природный стиль. И ржавчина присутствует. Ну, по типу такого. Другого все равно шнура нет. Пусть будут белые с ржавчиной. Ну, что делать? Вот. Теперь в следующий раз... Не отмоешь. Не отмоешь, да. Ну, ладно. Они такие будут с рыжеватеньким. Ну, как твои волосы? Перекрасим. Перекрасим. Я еще что не сделала. В следующем... Ну, два кашпо придется так делать. А в следующем я попрошу Борисовича сделать кольца специальные. И вот эти штучки будут крючки... Ну, вместо крючка будет на кольце, да. На кольце специальном. Ну, сейчас, коль нету, будет вот такой крючок. Здесь крючки магазинные. Ну, когда он продается, такой маленький крючок. Я его перевесила на большой. Итак, расчет нитей. Какой расчет нитей у нас получился? Ты уже считала? Я их не посчитала. Давай, считай. Расчет нитей. Сейчас мы их отрежем и начнем плести. Дорогие друзья, нити обрезать размером размер, оказывается, не очень-то и легко. Я попыталась уже, во-первых, запутала, во-вторых, неправильно. То есть, они немного тянутся, поэтому вот каждый размер... Она бессердеченько, да. Да, бессердеченько, видите, она тянется. Поэтому каждую нить Людмила обрезает. Я думала, знаете, как намотаю туда-сюда, туда-сюда, все обрежу. Нет, размер уходит, и они становятся, ну, очень сильно отличаются. Вот видите, и то уходит. Но это чуть-чуть. У меня получилось очень сильно. Поэтому выбираем такое аккуратное натяжение, одинаковое. Стараемся руку держать, не перетягиваем, потому что если сильно тянуть, то они, ну, уходят. И каждую нить обрезаем. Итак, нам расскажу сейчас, сколько будет нужно нитей. Итак, сделали расчет. То есть, раз-три. Ну, сначала Людмила сделала расчет, вернее, на одну нить. Она 2,56, ну, 2,60 получилось наверх. И что дальше? Сейчас я вам покажу. У нас нет станка. Дальше на каждую стропу идет по две веревки, считай. Теперь покажи, начни сначала. Смотрите, вот мы их сложили пополам. Одну веревочку пополам и вторую. То есть, две веревки уходят на одну стропу. Да, здесь для удобства и красоты, чтобы она никуда не съезжала, мы решили подсунуть. Подсунь сейчас. Расскажи, мы решили это одно, а когда начнем, другое. Люда спичкой немножко еще оплавила. Эту не оплавила. Эту не оплавила, но тут те, да. Вот видите, в это колечко она дырочку одну. Удобно. Сейчас. Вот пополам она ее складывает. Вот так. И так же в эту дырочку, вторую нитку, кончик подплавили спичкой, чтобы проще было вторую. Видите, вторая. А получилось четыре. Да, две идут в середине, они как основные будут, и две рабочие по краям. Две рабочие по краям. Мы плетем простой узел. Простой, винтовой пока. А, винтовой. Да, винтовой попробуем. Ну, он красивее, во-первых, смотрится. Я думаю, что он закроет лучше вот эту штучку. Ну, вот эти все. Теперь подробнее покажи этот узел. Сейчас покажу. Сейчас мне главное начать. Видели, да. Я начинаю с левой нитки. Всегда можно кому-то с правой просто будет в разную сторону видеться. Видеться, да. Но всегда с одной стороны нить сверху. То есть вот я беру левую. Левую накладываю, да, на основные. Правую сверху. Затем под, за основные нити. И вот сюда вытягиваю. Вытягиваем в петельку, да. Затягиваем. Затягиваем. Кто как, я плету, конечно, плотно. Я тоже люблю вязать. Вот здесь опять показываю. А, медленно. Сверху веревочка накладывается сюда. Это сверху на левую. За. За. И вытягиваем. В окошечко. Окошечко, да. И так вот все одно, вот так, чтобы он вился, ты всегда делаешь только так. Да, с одной стороны. Либо с левую. Либо с правую. Да. То есть мы не меняем в плетении. Тогда за счет этого он и вьется. Да. Он закручивается. А если бы мы меняли, то он бы был просто плоской. Он был бы плоской. Плоский, да. Плоской веревочкой, да, скажем так. Сейчас Люда все покажет. А дальше я буду сама. Видите, он закручивается. Да, он уже сразу видно. Да, да, да. Мне нравится, как он ложится здесь. Ну, слушай, хорошо. Он эту закроет полностью мою штуку. Сейчас посмотрим. Ну, будет ржаветь, да, будет ржаветь. Сделаем работу над ошибками. Да. Или спишем на... Покрасим. Да. Нет, спишем на, как сказать, природный стиль. Ржавчинка. Ну, немножко просвечивать. Да, это ладно. Я не знаю, важно это тебе или нет. Нет, не важно. Не важно. Вот когда быстро, хоп-хоп-хоп. Видите, как руки работают? Ну, я думаю, все понятно. Все время... Все время слева. Все время слева. Все время. Если хотите, это вот одну стропу вы сделаете так. Ага. Если хотите, другую стропу. С правой. Работаем только с правой. Да. Если вот, допустим, четыре, как я кресло плиту, да, то я стараюсь, чтобы они друг на друга, допустим, передние смотрели на задние. Ага. То есть, одни плиту я левая, а другие правая. Ну, так красивее, аккуратнее смотрится изделие получается потом. Так, все понятно. Видите, все время одна и та же работа. Тогда он и будет крутиться. Вообще, честно говоря, можно было эти штуки совсем снять. Какие? Ну, вот эти. Зачем они были нужны, Света? Как зачем? Будет плотнее. Ну, только что она растягивается. Да, она не будет растягиваться. А вот если бы ты с сердечником взяла, то и вообще бы было замечательно. Да, тебе можно было это снять, это ржавое, просто сплести, вот как на кашпо у меня. Ну, значит, следующий я куплю с сердечником. Извините, мы только начинали еще. То есть, есть шнур, у которого есть сердечник. Внутри этой веревки. Шнур в шнуре еще называются. Шнур в шнуре. Да. Вот он уже не будет тянуться. Он будет держать форму, когда вы... И для этого нужно снять зачем-то на самом деле. Металлические штуки снимите, выкините или куда-то приспособите. Прежде чем что-то делать, нужно хорошенечко все, видишь, подумать. А для меня все тоже экспромт. Да, сейчас. А мне вот так, почему-то я прямо вот так думала, что это надо. Теперь Светочка сама пробует, а я ее сделаю. У Светочки некрасивый маникюр. Я оператор. Простите, дорогие друзья. Посмотрите, как получается красотища. Узор. Какой здесь узор придумывать. Да, поэтому потом я вам еще все подробно и расскажу. Он шнур, да, он искусственный. Видите? Вот так. Да, уже мы заметили, что он прямо идет. Наверное, красиво будет потом смотреться на этой бахрома. Ну да, там еще можно будет узелочков нарезать. Узелочков, да. Селеную прядь ниточку складываем пополам. Теперь навешиваем для следующего узора. Узор будет другой, состоит, будет состоять из большего количества нитей. Покажи. Пока еще не знаем, сколько. Сейчас будем смотреть, когда подпирали. Покажи. Вот эти короткие, которые остались, мы сейчас здесь же и... Мы их туда заплетем. Да, потом обрежем лишнее. Петелька. Петелька и две. Ну вот этот узор, наверное, знают все. Ну, конечно. Навешивание. Навешивание. Может, кто и не знает. Ну, кто вновь и не знает. Вот так, хоп, вот, сделали. Заправляем, даже назад вот тоже. Узлы пойдут назад. Вот эти веревки, чтобы не бросалось тут в глаза, да. Так, мы две сделали. Так, еще раз. Еще раз. Две старые веревки уходят внутрь. Вот они. Видите, внутрь. И мы их затянули. Чтобы потом мы их обрезали. Там даже можно будет приплавить аккуратненько. Да, да, да. Полиэфирные они очень хорошо будут. То есть мы сделали сюда сколько у нас здесь? Три пока. Три пока. Сделаем, скорее всего. Делаем четыре пока, да, с двух сторон. Будем пробовать узор. Еще раз. Спереди петелька. Спереди. И в середину сзади вытягиваем. Угу. Два шнура. Так, получилось четыре нити. Да. И с этой стороны сейчас тоже положим четыре. Хотя можно было до конца, до сюда еще допустим. Пятую положить. Пятую? Да, не хочешь? Ну давай, чего же? Хочу. Хочу. Хочу пятую, значит. Вот лишнее снимем. Вот лишнее. Два репсовых внутри квадратики. Покажем тебе. Давай. Два репсовых внутри квадратики. Так. Ромбик, в общем, плетем. Плетем бриду. Бриду, да, называть правильно. Два. Три. Четыре. Пять. С этой стороны. Пять навешанных с этой стороны. А вот эти две у нас остались от этой стропы центральной. Вот мы берем одну. Центральную. На бриду. Вторую оставляем сюда, пока она чтобы не мешалась. Не меш. Могу закинуть или кто начинающий. Кто начинающий, можете сделать здесь себе отметить. Вот так, хоп. Да, да, да. Чтобы она не мешала. Вот это основная нить, на которую мы будем навязывать все вот эти веревочки. Узлом, да? Да. Одинаковые стороны. Да. Репсовый узел вяжется из двух. Вот видите, как просто одну на другую. Веревочка, да? Это сверху всегда. И держим ее по диагонали. Потому что у нас будет ромб. Он может быть и вертикальным, горизонтальным. Он может быть и вертикальным. Но нам нужен ромб. Мы по диагонали. Да. Мы по диагонали. И стараемся ее держать. Затянули. И второй раз. А, два раза. Два узла. Сверху на этот. Вовнутрь. Понятно? Да, понятно. Это видно сверху? Да, видно. Хорошо. Вот. Затянули. Затянули. Берем следующую. Она всегда снизу. Это сверху рабочая. Наверх. Наверх. И в дырочку. Вот туда петельку, да. Ну, просто как узелок вяжем. Вот, да. И тоже два. И второй. Второй обязательно затянули, да, еще. Это... Чтобы не распускалась. Да, она всегда из двух. Угу. И вот это у нас будет... Вот видите? Когда из нескольких узлов. Это уже называется бридо. Бридо, да. Вот что получилось. Вот что получилось, дорогие друзья. Видите? Вот. Сюда. Теперь берем, Людочка, показывать. Вторую веревочку, которая осталась от стропы, да, уже и вяжем эту сторону. Плетем. Плетем. В другую сторону. Таким же макаром. Образом. Да, макаром. Макаром таким же. В зеркальном отражении мы уже со света помнебратством. Да, да, да. В зеркальном отображении. Тоже одна у нас будет, как всегда, основа. Да. Видите, простые узелки. Сверху, и назад, и сзади веревочку. Вот получилась такая система. Видите? Треугольничек. Теперь внутри этого треугольничка. Да, теперь мы берем из серединки, вот, четыре, четыре веревочки надо взять. Два, два и два. Четыре веревочки. Две внутри, две снаружи. Две будут основными нитями, и рабочие будут по краям. Я беру слева, вот, подобно тому, что мы винтовой, только сейчас он будет с двух сторон, туда-сюда. Берем левую нить, правую сверху, и назад, через заднюю, да, в петельку. Да, ну, и такой вот, как мы вязали. Раз. Так. И теперь берем правую, наоборот. Не все время левую. Да, 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 меня чередуем. Да, таким же образом, через заднюю и в петельку. Получился плоский узел. Здесь вот подтягивать, я люблю, средние вот эти веревочки, чтобы там ничего не допорщилось. Делаем шахматку. Берем две нити и две отсюда. Вот эти две уже в стороне. Угу. То же самое, да? То есть нужно четыре нити, да, опять. И опять плетем так же. Так, и другой. Не перетягивать сильно, не затягивать там, нет. Так. Нужно, нужно все делать. Ну, в процессе практики, скажем так, это все начинаешь понимать. Теперь опять, да, с ним? Второй, да, здесь была одна, здесь будет две. Здесь будет уже три узла. В общем, вот. Таким образом. И мы до конца доводим до сюда, да? До серединки, да, будем делать эту шахматку. Уже видно. Уже видно. Да. Угу. Вот. Уже видно красота. Теперь опять берем отсюда две и еще две. Свободные две от узла. От этого узла. Угу. А сейчас сплетем, сплетем, а ты скажешь, а не нравится, хочу другой узел. У меня такого не бывает. Никогда такого не бывает. Да. Я очень в этом плане. И всегда все нравится, понимаешь? Нет у меня. Тщательно. Ты вообще тогда человек лояльный. Я, да, лояльный. Даже если меня подстригут не так, то все хорошо. Я такая же, волосы, не зубы. Да. Правда, сейчас пошла перекрасилась, но у меня это редко было. Ну, вот иногда бывает, да. Я очень спокойна. Мне всегда как-то не нравится. Очень все красиво. Красиво. Да. Вот мы закончили. Вот это, видите, треугольник один получился. И теперь, Люда, говори. Теперь мы будем так же прямыми плоскими узлами делать сюда ромбик, да? Да. Соответственно, мы берем с этого узла первого две веревочки, со второго две веревочки. Это будут веревки, которые мы будем работать. А вот эти остаются? А вот эти, да. Веревка от бреды и два первых шнура от квадратного узла мы убираем в сторону. То есть мы как бы сократили себе? Да. Мы теперь будем каждый ряд сокращать на две веревочки. И пошли снова уже делать этот ромбик. Красиво как? Ага. В шахматном порядке? Да. Вот три веревки отсюда мы тоже их убрали, видите? Да. Теперь опять две веревочки мы убираем в сторону. А, прямо убираем. Да, мы опять их убираем вот туда. И с другой стороны? И с этой стороны сразу тоже уберем, чтобы не забыть. Да. То есть вот сокращение количества веревок. Две оставшиеся от первого узла и две от следующего узла мы берем. И опять плетем ряд квадратных узлов. Тут их будет три штуки. Вот три узла получилось у нас, видите? Три узла. Раз, два, три. Опять две веревки убираем? Опять две веревочки убираем. Угу. Опа. И две с этой стороны убираем. И у нас остается еще два узла. И последний ряд будет один. И последний будет один. Один. Вот у нас получился такой ромбик весь заполнен из квадратиков. А теперь мы будем плести вот сюда бреду. Бреда это вот такая штучка опять. Да? Да. Да. Показывай, как мы ее делаем. Показываем. Берем, значит, вот этот первый шнур. Он будет у нас опять основной. На него мы будем наплетать. Навешивать. Навешивать от квадратных узлов, да, все шнурочки. Вот. Как бы так показать. Да, да, все видно. Сверху спит дырочку. Сверху, да. Опять по два узла. Да, по два узла обязательно. И следим за рисунком, да. И стараемся плотненько, чтобы оно ближе к делу, лежало вот. К этим узлам. Вот если будут дырочки, чтобы вот такие, как здесь. Не больше того. Угу. Угу. Еще завершить надо вот этот треугольник. Вот тут две нитки. И мы делаем. Или сейчас вот эту правую, да. Да. Левая остается от левой береги внизу. Так же, просто продолжение уже вот этим шнуром от центра, да. Чтобы нам. Ага. Вот сразу такая завершенность. И она же будет продолжением снова на новый. А, она пойдет сюда, да. Все понятно. А эти вот у нас так и здесь и будут такие. А эти будут, да. Ажурчики. Такими. Угу. Все. Понятно все. Теперь вот отрезаем старые нити, которые нам не нужны. От стропы остались, да. Да, от стропы, которые мы вот. Не спрашиваем. Туда внутрь мы их, помните, да. И, Людмила, пока просто отрезаем. Ну, лучше зажигалкой, но у меня что-то нет. Так как это полиэфирная, ниточка искусственная, она очень хорошо. Оплавляется. Подплавил ее. Все, она уже никуда не денется. И она будет там держаться. Вот так. Итак, дорогие друзья, вот здесь мы начали плести. Вот эту штучку мы сделали. И дальше я доплела еще один треугольник. И еще один треугольник. Правда, здесь сделала повторную бриду вот эту. Для того, чтобы вывести на середину кашпо. С этой стороны я сделала точно так же. Немножко в этом месте закрепляла двумя нитками. Ну, чтобы она не отделялась. Вот видите, здесь тоже закрепляла. Не болталась на кашпо. Ну, и вот сейчас третью плету. Вот, в принципе, можно сделать и четвертую, и пятую. Вообще сделать такое все плетеное кашпо на этой основе. Ну, у меня будет вот такая история. То есть, вот третью доплетаю полоску. Потом все эти полоски я соединю вот здесь одной вот такой вот кистью. Распушивать не буду. Сделаю кисть с узелками. И вот получится такое кашпо. Все равно это очень нарядно. Это очень красиво. Ну, и так доплету и покажу вам. То есть, мы остановились на том, что вот так сделали. И последняя веревочка шла сюда, а эта сюда. Хорошо бы иметь стоечку для плетения. Ну, так как мы такие плетуны от разу к разу. Стойки берут такие вешалки для одежды. Ну, вот как в магазинах. Перекладинка, которая на колесиках. Вот. Вообще, кто вяжет макраме, покупают такие перекладинки. Вот уже видно, вырисовывается. Смотрите. Видите, как вырисовывается. То есть, ну, вот этот вот штучка пойдет. Такой треугольник. Просто смотреть, чтобы нитка ложилась, ну, одинаково. В эту сторону, в ту. И я вам потом уже покажу, как закреплю внизу. Мне придется внизу. Вот посмотрите, как они хорошо соединяются внизу. Видите? Вот эти нитки я все завязала. Один треугольник с другим. Но это уже просто по наитию. Вот узлами завязала. И вот эти нитки я хочу все снутри выпустить вот сюда, в середину. Естественно, вот когда этот довяжу, они соединятся с этим и с этим треугольником. И покажу вам, что будет вот здесь, в конце. Смотрите, я как раз соединила дно. Вот так будет, наверное, лучше видно. Вот изнутри соединила все. Я не знаю, я просто придумываю на ходу. Заплела три косы. Сейчас три косы вот так вместе возьму и сделаю оплетку. Тоже просто по наитию. Вот так все переплету и как следует сделаю вот этот хвост. Макраме, дорогие друзья, опять входит в моду, особенно в садовом декоре. Из них плетут, из макраме теперь вернее плетут кресла, гамаки, различные садовые подсвечники именно для сада и вот такие подвесы для цветов. Вот этот подвес мне подарили моя учитель мой, который мне, в общем, сподвиг меня на вспоминания, как я это делала. Макраме плела лет 35 назад, но тогда это было не то, не было такого разнообразия ниток, как сейчас. И вот сейчас я решила обыграть вот эти корзины, которые продаются, да, в них кокосовая вкладка, и у меня растут обычно питуньи и любые другие цветы. Я решила сделать 4 одинаковых вот таких подвеса. Сейчас это просто я вам показываю, как получилось вот с такими длинными кистями, в которых тоже будет кокосовая вкладка, и в которой будут расти растения. Немножко обыграть, сделать красивым вид. Это будет висеть на беседке колодец. С одной стороны два таких подвеса, и с другой стороны два таких подвеса. Ну, первая, понятно, за 35 лет я не плела, еще получилось, может быть, не так ровно. Руку надо набить во всем, что ты делаешь. Ну вот, смотрите, дорогие девочки, вставила эту кокосовую вставку, ну, в которой растут цветы, и вот так украсила. Сейчас, к Новому году, это кашпо. Ну, то есть новогодняя инсталляция. Получилась вот такая. Ну, кокоску можно и заменить, она уж очень старая. Даже смотрю, тут вот с дырками. Куплю новую кокоску и поставлю новую. Голос постепенно прорезается, одним словом. И вот так получается вот такое кашпо. Продолжение следует... Продолжение следует...